После инаугурации Путина обсуждаем, чего ждать миру, Украине и России от пятого срока ВВП. Сразу же присоединяем к нашему разговору Игоря Александровича Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Тала. Спасибо, что позвали. Мы всегда рады. Вы частый гость нашей программы и всегда зрители активно смотрят наши с вами интервью. Ну, уверены, что вы смотрели инаугурацию утреннюю. Но общий вопрос, как вам, почему так скомканно по сравнению с 2018 годом? Вы обратили внимание, что, наверное, для того, чтобы картинка была трансляции более-менее длинной, Путин пять минут шагал по коридорам, еще несколько минут там заняло его передвижение 600 метров, он на Аурусе, кажется, да, проехал, и затем всего 7 минут выступления. Насколько это за? Вы знаете, я помню хорошо, что когда был Советский Союз, и американские кремлинологи пытались понять, а что там происходит вообще в Кремле за этими закрытыми дверями, как там выглядит расклад сил внутри, внутри, так сказать, партийной номенклатуры, вот они придумали такой способ анализа. Они, значит, смотрели, как рассаживаются, расставляются люди на мавзолее. И вот в зависимости от того, кто в какой последовательности стоит от генерального секретаря, в зависимости от этого выстраивали ранг этих людей. И вот здесь вот тоже такая... Игорь Александрович, на одну секундочку. Извините, я вас перебью. Я добавлю просто к нашему эфиру Николая Давидюка. Он также присоединяется. Николай, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Слушаем вместе Игоря Александровича. Добрый день, с большим удовольствием. Да, Николай, здравствуйте. Так вот, здесь что-то подобное вот это вот советским кремлинологам. Можно было проанализировать, какой ранг, какой политический вес у какого, значит, из путинского окружения. Значит, сначала, в зависимости от того, кто когда приходил на эту инаугурацию, значит, сначала, ровно за час было включение, в 11 часов, само это действие началось в 12, в 11 часов было включение, и уже к тому времени была вот заполнена такая биомасса, политическая биомасса из числа депутатов, сенаторов, министров, там, деятелей культуры и так далее. Вот они там стояли, как засватанные по обе стороны этой красной дорожки. Потом уже где-то минут 10-12 начали появляться ВИП-гости. То есть проскакал Мишустин, потом, значит, следом за ним министры Гуськом, потом появился Вайна, глава администрации президента, потом Лавров проковылял, потом, значит, Патриарх, потом еле-еле прополз Кадыров. То есть, на самом деле, в зависимости от того, насколько можно было поздно прийти этим людям, от этого зависел явно политический вес, более-менее прослеживался. Само выступление Путина, ну, слушайте, человек четверть века у власти, за это время очень много чего наобещал, в результате довел страну до полной международной изоляции, до фактически вверг человечества в Третью мировую войну, и, в общем, явно вот этот пятый его срок, он, вне всякого сомнения, окажется последним в истории России. Я думаю, что после Путина страны с таким названием просто не будет. Очень несколько комичных эпизодов после того, как произошла эта инаугурация. Гундяев, который вот этот офицер КГБ, который под прикрытием исполняет обязанности патриарха всей Руси, сообщил очень интересное, сделал интересное заявление. Он пожелал Путину, чтобы конец века совпал с концом правления Путина. То есть, ну, если верить ему, то Путин должен еще 76 лет, так сказать, править Россией. Ну, это так, из области комедии. Может, он имел в виду конец века Путина? Ну, слушайте, я в данном случае не готов, так сказать, как-то трактовать. Ну, понятно, что человек, на самом деле, ну, все они выполняют какие-то роли. Я думаю, что вообще, в целом, все, что говорилось, вот, ну, человек на протяжении пятый раз, он держит руку на этом, на этой измочальной тряпке, которая представляет собой Конституция России. Человек с самого начала, никогда в жизни человек в выборах не участвовал. С самого начала, включая самые первые выборы, спецмероприятие, которое было в 2000 году, это тоже не были, конечно, никакие выборы, никакой конкуренции там не было. Человек всегда проводил спецоперации. То есть, это человек, который пятый раз украл власть. Это, в общем, на самом деле, узурпатором он был с самого начала. Никогда он никаким политиком не был. И вот это вот действие, наконец, наконец, Запад прозрел и сказал, и было принято решение и парламентской ассамблеи Совета Европы, и Европарламента, было принято решение, что это никакой не президент, это самозванец, и, в общем, так его и надо называть. Ну, тут придумали для него такое очень странное название, обладатель власти, по крайней мере, я прочитал в некоторых западных СМИ, что именно так его стали называть. То есть, никакой он не президент. Конечно, какой-то Запад прошел тест на оценку того, что из себя представляет Путин. Это я имею в виду то, кто присутствовал, кто не присутствовал. Ну, несколько разочаровались Соединенные Штаты Америки, которые приняли такое решение. Выборы, конечно, были нечестными и несправедливыми, но Путин все равно президент. То есть, это, в общем, довольно такая неприятная, ну, мелкая неприятная новость. Вот, ну, тем не менее, а на инаугурацию мы не придем. Ну, так что-то немножко напоминает позицию Троцкого во время Брестского мира, когда ни мира, ни войны, а армию распустить. То есть, выборы нечестные, несправедливые, но Путин все равно президент. А на выборы, в смысле, на инаугурацию мы не пойдем. Ну, в общем, такая позиция, ну, понятная, что люди хотят сохранить какие-то каналы коммуникации. Что касается того, что можно ждать вот этого пятого срока, я думаю, Путин строит другую страну. Эта страна, которая у него сейчас есть под его властью, она его не устраивает. Я полагаю, что основной характеристикой этой страны будет, ну, безусловно, будет продолжаться война. Путин войну не закончит до конца своего правления. Это абсолютно такой опции, как Путину власти в России, а войны нет, этого не будет, по определению. Здесь Путин просто не сможет выйти из этой войны. Я полагаю, что, значит, для Путина сейчас очень важно постепенная, небыстрая смена элиты. Смена элиты будет происходить постепенно, но достаточно уверенно. Он будет выкидывать, постепенно менять представителей и правительства, и свое окружение, менять на все более и более откровенных ястребов. То есть сейчас уже происходит постепенное выдавливание, так сказать, из элиты людей, которые хоть как-то, хоть чуть-чуть нелояльны, хоть чуть-чуть, хоть как-то ориентированы на мирную жизнь. Его идея привести во власть участников войны, она очень тяжело идет. Он уже несколько раз с этой мечтой обращался к населению, но идет очень тяжело. По крайней мере, я не смог заметить никаких существенных назначений из числа участников войны на более-менее значимые посты. И только на уровень каких-то мэров небольших районов и городков. Связано это, понятно, с чем? Понятно, что человеческий материал, вот этот вот, все-таки принципиальное отличие двух армий, российской и украинской, заключается в том, что в Украине все-таки воюют в том числе лучшие, а с российской стороны воюют худшие. То есть это не тот человеческий материал, с которого легко можно набрать управленческую элиту. Но Путин будет, безусловно, пытаться. Но в любом случае, я думаю, что постепенная замена элиты на достаточно, все более и более ястребинный настрой, у людей-носителей ястребинного настроя, это будет происходить. Это уже происходит, это уже и связано с теми сигналами, которые посылаются в элиту. Это разгон голой вечеринки, это на самом деле не пустяковая история, потому что это серьезный сигнал. То есть хватит расслабляться, хватит, так сказать, заниматься демонстративным потреблением. В частности, и дело Тимура Иванова в том числе, безусловно, связанного с этим сигналом. То есть ориентируйтесь на воровать, воруйте, но в известной степени берите пример с подпольного миллионера Корейка. Ну а, так сказать, демонстративного потребления не должно быть. Ну вот примерно такая же... Страну не не чавкать, как вы уже сказал. Что, что, простите? Продолжайте грызть страну, но громко при этом не чавкать. Да, но под одеялом, да. То есть чавкайте, но под одеялом. Ну и основное, основное, ну все это на самом деле мелкие детали, которые не стоили бы эфирного времени, но и внимание моих уважаемых собеседников, если бы ни одно обстоятельство. Путин, все-таки очевидно совершенно, Путин войну не прекратит, Путин никаких мирных переговоров не будет. Все разговоры о мирных переговорах, значит, это либо, ну как со стороны европейских партнеров, это в известной степени либо полное непонимание, что происходит в России, либо, либо пиар, либо самый пиар, пиар, так сказать, попытка, так сказать, как-то, значит, ну что-то говорить, когда говорить не о чем. Значит, я думаю, что в конечном итоге сценарий достаточно четко будет зависеть от ситуации на поле боя. Значит, какие-то попытки воздействовать на Китай для того, чтобы, ну, которые сейчас предпринимаются для того, чтобы как-то Китай воздействовал на Путина, это тоже абсолютно в пользу бедных, потому что Китай заинтересован в продолжении этой войны. Значит, разговоры о том, что в результате там какого-то истощения может быть мирное соглашение с Путиным, это тоже крайне маловероятно, потому что ресурс достаточно серьезный. Главный ресурс Путина – это огромное, огромное пренебрежение к человеческой жизни. Нулевая цена человеческой жизни в России – это один из основных ресурсов Путина. Ну, вот такой вот примерно, примерно такой пятый срок. Я не думаю, что Путин просидит шесть лет. Я думаю, что все закончится несколько раньше. Ясно, что не в этом году, ясно, что не в следующем, но года через два, я думаю, что начнутся процессы, которые... Кстати, очень хороший, Игорь Александрович, вопрос, досидит ли Путин до конца, да, досидит ли Путин до конца и последний ли этого срок. Британская разведка, например, ставит на то, что его начнут грызть его же окружение. Николай, вы недавно даже стрим об этом делали, насколько я помню. Как вы считаете, это окружение уже готово к тому, чтобы начать грызть этого Путина? Я согласен с Игорем Александровичем и с вами, Алексей. Да, действительно, делал для этого специальное видео обзор, потому что элиты постареют. Но условный Патрушев сын к истечению всех сроков Путина уже сам будет пенсионером. И он тоже понимает, что пятый срок – это же тоже не конец. А разница между пятым, третьим, вторым или восьмым. Когда ты приживаешься, когда ты уже 25 лет сидишь и 30 тебе тоже не предел, спецслужбы, а как раз таки они привели Путина к власти. Если смотреть вот этот фильм «Певчих», где она говорит, что вот выбрали Путина наследником. Нет, ФСБ предложил свой функционал гарантировать системность и безопасность власти. Это то, что как раз таки не смогла построить семья Ельцина и то, что не смогли построить банкиры вот этой семьи боярщин. И они сказали, вот смотрите, мы вам даем одного из нас, но они же не могли его выбрать наследником 150 на то время миллионной страны, только потому что он Собчака вывез в Хельсинки оттуда чартером где-то во Францию. Ну явно этого было мало. И скажем так, все то, что там мог тогда предложить Путин, который на самом деле был в депрессии после отставки с петербургской мэрией, явно не выглядит как аргумент. Но мне кажется, что действительно даже сама, скажем, структура ФСБ не совсем и не до конца довольна тем, что он остается, потому что они сами начали беднеть от его присутствия. Раз. Второе. Война явно пошла не в то русло. Они же не против войны. То есть явно они на всех соседей смотрят либо как на рабов, либо как на врагов. Ну вот рабами мы не стали, а врагом таким, которого они не могут выиграть. Им это тоже не нравится. Соответственно, я вот тут с Игорем соглашусь, что вот два-три года и должны уже плести некие интриги, потому что нельзя на пятый год президентства там под шестой делать какую-то историю. Все-таки ее надо разворачивать раньше, ее надо закручивать. И вот мне кажется, что как раз-таки это может быть, перефразируя один известный слоган «Россия будущего», что они начнут как раз-таки плести интриги против самого Путина. Но это будет раньше, это будет менее заметно. И то, что Путин уже не управляет самой структурой силовиков, кстати, очень видно. Штаты недавно сделали очень интересное заявление в пользу Путина, что странно, за эти два с половиной года они никогда такого не делали. А тут говорят, Путин не виноват в убийстве Навального, он его не заказывал. Ну, снова же, очень странно, казалось бы, Путин арестовал Навального, всю жизнь его преследовал. То брат сидел в тюрьме, то сам Путин сидел в тюрьме. Но потом они говорят, нет, он не заказывал убийство. Что это значит? Что есть структуры за Путиным, которые не дали Путину реализовать обмен Навального на западных журналистов, что помогло бы ему легитимно пройти избирательный процесс и коронацию. Потому что получается так, что в разгар кампании Путин, который заказчик убийства-то на самом деле, кто его туда загнал, но он не смог контролировать своих силовиков, которые в принципе привели вот к такому результату. И Запад тут подбадривая Путина, то есть, скажем так, отгоняя его от ядерной красной кнопки, вот они делают такое заявление. Но Путин, он не смог решить главную задачу. Он, да, выиграл якобы выборы. Можно ли это назвать выборами? Второе, он не может реализовать процесс инаугурации. Самого главного партнера, вот сегодня Bloomberg и New York Times выходят, что отчеты делают по инаугурации, но все говорят, что Китай самый главный союзник и партнер. Россия даже в конкуренции с Штатами всегда была самой сильной с помощью Китая. И когда в Корею ходили, и там другие компании. Но сегодня Россия зависит от Китая. И получается, что Китай не приезжает на инаугурацию. Это посечина. Это надщербленное признание вот этой инаугурации. Да, конечно, приехали красивые, умные ребята из Африки. Приехали никому неизвестные лидеры из Азии. Приехал даже целый посол. Ну, что значит приехал? Сел на такси, на Яндекс.Такси и приехал. Французский посол, который сейчас шквал критики просто по всей Европе, что же он там делает. А большие лидеры топ-2 мира не было. Самый большой союз европейский не было. Ни Штатов, ни Китая, никого из больших товарищей, где Путин мог сказать, вот как это его любимая фраза, наши партнеры. А наши партнеры показали ему средний палец. Никто не захотел ехать его и носить на руках и признавать вот этот, ну уже фараонский термин. Уже фараоны на 25-м году имели законченный, построенный саркофаг. Ну, Путин сегодня, он борьбы с коррупцией нашел этот, зашли в этот Геленджик, показали, что внутри, показали эту аквавечеринку. Я думаю, что это его любимое место на самом-то деле в его-то возрасте и при его-то интеллектуальном состоянии. Но большие лидеры не приехали. И вот это как раз-таки, это большая... Николай, извините, перебью. Самое интересное, что на месте пилонов и стриптизер, там самое интересное и, по-моему, такое диагностическое, что на месте, там, где раньше танцевали стриптиз, будет церковь. Мы об этом подробно поговорим с нашим следующим гостем, психологом Дмитрием Поповым. Он уже нас ждет. Дмитрий, еще пару минут буквально. Спасибо, что присоединились. Я вас выведу. Николай, извините, продолжайте. Да-да. Вот, поэтому на самом деле инаугурации в том классическом значении, как они хотели, не получилось. Пушки били не в небо, пушки били по своим же деревьям. Понимаете, вот это самая яркая картина путинской инаугурации. Били по своим. Внешне не признали. Зато они прорекламировали машину Аурус и мотоциклы Ауруса. И такое чувство, что Путин просто участвовал в рекламе машины Аурус, даже внимания на то, как... Я вам даже скажу, почему. На самом деле Ауру старая машина, она не новая. Во-первых, там под 80% всех деталей, они завозные. Машина времен Медведева, которую пытались продать всем западным... Ну, не западным, всем среднеазиатским лидерам за западные деньги. Но особо никто не хотел, по-моему, Таджикистан. Там купил парочку, чисто, чтобы Медведев не обижался. Но ушли западные производители. Почему важен авторынок? Надо показать надежду, что есть что-то свое. Ушли западные производители. Ушли японские производители. Большой ущерб, на самом деле, ушли. Технологии даже многие пооставляли. Toyota оставила минус миллиард, ушел Nissan. Французы, ну так, в половину ушли, в половину не ушли. Это мы видим по посту сейчас, да, это точка манипуляции. Но зашли китайцы. Тихо, по-братски, что называется, спокойно. Говорят, вот это вам все наши бренды, все, что хотите, берите. Будем дешево делать. И на второй год уже на 20% подняли цены. И вот это как раз-таки Путин в ловушке китайского автопрома. Завели ж, как должны были продавать дешевые Жигули. Выглядеть должны они, как Вольцвагены, да. А ничего не получается. А они стоят дороже Вольцвагена. Ну или окей, не дороже, но они стремятся к этому. И сейчас мы можем увидеть то, что Путина есть тоже некое негодование, нелюбовь к Китаю, потому что автопроизводители его бросают. И вот это как раз история, где ему неудобно, ему нужно дать надежду. А у нас есть свои автопромы. Да, мы же когда-то Ладу Калину делали. Вспомните, как Путин свою задницу отбивал, 3000 километров ехал на этом старом дриндулете. Ну, что значит, новом, но тем не менее, как раз-таки автомобилем это назвать нельзя. Рекламируя это, ну ничего нет. Сегодня китайцы рулят рынком. Естественно, ему надо было показать, в том числе этот Аурус, ну, чтобы проверить, что у нас тоже что-то есть, мы тоже что-то руками можем делать. Ну, руками там вообще непонятно, да. И в то же время вы вспоминали, я знаю, что у нас следующий гость, но я не могу сказать о том, что вспоминали про Китай. Так вот, в это время Си Цзиньпин встречался с Макроном в Перенеях. Ну вот, показали. И поехали к бабушке Макрона. Это, кстати, очень важный момент, потому что Си возил же к своему папе, которого во время китайской культурной революции вывозили из Пекина на понижение. А то, что во время встречи Макрона с Си Цзиньпином Путин начал снова махать усиленно ядеркой, это был ядерными угрозами. Это был выстрел в ногу Путину или нет? Он сам себе выстрелил или нет? Чего он хотел этим добиться? Ведь мы знаем отношение Си Цзиньпиня и Китая к применению ядерного оружия. Он уже неоднократно это высказывал. Игорь Александрович, как вы считаете? Я не вижу здесь вообще, вот откровенно говоря, я не вижу здесь каких-то ужасов. Там инаугурация сорвалась. Да прекрасно все прошло. Все прекрасно прошло. То, что не приехали, не было представителей Америки, не было представителей Китая. Да ладно. Как было сказано, это вообще мы проводим для своих. Это мы для себя проводим. Это наше внутреннее дело. У нас все хорошо. Там было несколько тысяч человек. Все в восторге. Все здорово. Путин полностью контролировал. После показательной казни Пригожина, Путин восстановил полностью контроль над... Ну, понятно, что все в стране он не контролирует. Так сказать, законы физики он не в состоянии изменить. Но, так сказать, основные процессы он контролирует. Те, которые, ну скажем так, важны для него. Ну да, китайский автопром полностью вытеснил... Прежде всего он вытеснил западный автопром. Он пришел на смену немецкому. Ну и что? И какие проблемы? Чем Путину-то больно от этого? Значит, Китай полностью, так сказать, заменил торговлю углеводородами. Ну, Китай вместе с Индией. Все тоже нормально. Да, потери, конечно, чудовищные. Но это же... Какие проблемы? Так сказать, на фронте продолжается ползущее наступление. Да, оно очень медленное. Да, это мясные штурмы. Да, гигантские потери. Но какая разница? Путин... Нет, это вообще... Я еще раз говорю. Самое главное конкурентное преимущество Путина, это нулевая стоимость человеческой жизни. И, так сказать, за счет этого все прекрасно. Да, убыль ежегодная, население составляет примерно около миллиона человек. Так этих миллионов много еще. Было 150, сейчас 140, потом будет 130. Ну, еще, по крайней мере, до, так сказать, до конца века хватит. Поэтому все нормально. То есть, никаких... Когда говорят, что там Путин испугался, он в панике, еще что-то, значит, ничего здесь, ничего какого-то ужасного здесь нет. Что касается ядерного шантажа, так это же постоянная риторика. Здесь, мне кажется, более важно, это те движения, та реакция на Западе, которая сопровождает этот ядерный шантаж. Вот это вот важно. Это существенно. Потому что, как мне кажется, основные, так сказать, члены ядерного клуба на это просто никак не реагируют. Вообще никак не реагируют. Ну, Макрон там сказал, что вообще-то у нас тоже ядерное оружие есть, когда Путин замахнулся. Вот, ну, вот стирание красных линий в головах западных политиков, мне кажется, вот это очень важная вещь. Вот это очень важная вещь. То, что Макрон постоянно заявляет о том, что, в принципе, французские войска могут оказаться на территории Украины. То, что Кэмерон заявил о том, что Украина полное право имеет бить по территории России. Вот это важно. Это стирание красных линий в их головах. Вот это очень существенно. Заявление НАТО о том, что, значит, НАТО может вступить в войну с Россией. Вот рисуют две эти красные линии, перейдя которые, НАТО готово будет уже перейти к прямому столкновению с Россией. Вот это вот существенно. Это, мне кажется, важно. Ну, а то, что Путин машет ядерной бомбой, так извините, это происходит в режиме 24 на 7. Когда Путин отвлекается и перестает заниматься ядерным шантажом, то в обязательном порядке этим занимается каждый день, каждую минуту занимается Медведев. В государственном телевидении постоянно идут угрозы, то пролив имени Сталина устроить между Канадой и Мексикой, то испепелить Соединенные Штаты Америки, опустить под воду Великобританию, уничтожить Францию. Ну, я уж не говорю о том, что они каждый день делают с Украины, виртуально, естественно. Вот, это, понимаете, это сегодня повседневность, поэтому тут говорить о том, что что-то произошло, это не событие. Событие это то, что вот не было, а стало. А вот то, что происходит каждый день, понимаете, когда утром солнце восходит, это не событие. Это обычное явление. Так что у Путина ядерный шантаж – это норма его жизни. Понятно, спасибо. Николай, вы скажете? Насчет театрных угроз их услышали. Из заявлений Си Цзиньпина он это проигнорировал, ему это явно было сейчас неинтересно. Он нацелен на Европу. И если он не приехал к Путину на инаугурацию, хотя мог, он уже был в Европе, да, мог бы и залететь. На самом деле, Венгрия, Сербия, то есть, на самом деле, не самые большие безобиды этим государствам, не самые большие, мог бы и заехать, да. То есть, особо сказать, что он занят Орбаном был, ну, Орбан подаван Путина, соответственно, мог бы и заехать. Но он не поехал. Соответственно, и комментировать ему явно это не хотелось, не с руки, тем более, а что здесь нового, да. Ну, Путин постоянно кричит о ядерке, если вы нас будете побеждать. Ну, вот у нас есть медведев, который выбежит и будет гавкать во все стороны. Очень красиво ответил Кирби, да. Вот, он сказал, если Путин боится, что западное оружие, которое, как заявил как раз-таки Кэмерон, будет стрелять по русских солдатах и путинских солдатах и по оружию, супер, уйдите, и тогда стрелять не будут. То есть, выбор за вами. Если вы боитесь, что вас будут убивать из этих орудий, западных, откровенно западных, уходите. Просто оставьте границы Украины, и никто в вас стрелять больше не будет. Вот, и это, мне кажется, как раз-таки самое комплексное видение Запада. Кирби как раз-таки как советник по всем коммуникациям Белого дома, человек как бы опытный, пораженный. Ну, вот, на самом деле, с крепкими аргументами, перефразируем тоже одну фразу. То есть, соответственно, мог бы, скажем, жестче, но, мне кажется, здесь и так понятно, переводя на русский язык с английского, на котором говорил Кирби, его просто Путина послали на три буквы. Это никому не интересно, это не страшно, никто это, и тебя считать ни во что не будет. Вот это было. НАТО, конечно, мягче прокомментировало, НАТО там зашло с боли того, что русские бросаются словами на ветер, мы смотрим как раз-таки за оружием, вот, ну, по понятным причинам, а Штаты ответили достаточно четко, мне кажется, что как раз-таки Путин это услышал. А Си не до Путина сейчас, он показывает, что Орбан в Европе ему важнее, а Сербия ему в Европе важнее, нежели инаугурация Путина, заход на легитимный троп. Я, кстати, напомню, что когда Си был в России, на второй день он не поехал с Путиным в Петергоф, он не пошел гулять по Сибири или охотиться на медведя, он не пошел с ним ловить белугу, он пошел встречаться с лидером российских коммунистов. Вот кого он на самом деле видит альтернативой власти Путину, вот кого он видит своими на самом деле братьями, вот кого он видит на самом деле силой в России, которую бы он хотел видеть при власти. Вот, поэтому я не думаю, что Си очень сетементальный к Путину, ему на самом-то деле больше понравилась вот эта поездка к бабушке, куда Макрон в детстве ездил, потому что это аналогичный ответ. Си возил Макрона в дом своего отца, когда ему приходилось уезжать из Пекина. И тут Макрон делает ответный визит, тоже это на самом деле впускание в семью. Сегодня хорошо сказал Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, где-то с этой фразой и во многом можно согласиться, Макрон принимает Си как главный европейский политик. То есть на самом-то деле инаугурацию тоже можно было показать как вождя Европы, как главного там, ну даже диктатора, снова же, Гитлер тоже делал большие мероприятия, когда его в тайм вносили, да. Вот, но у Путина это не вышло. И вот Климкин сказал, что Макрон, когда сказал, что будет вводить войска Украины, он показал, я главный здесь в Европе. Смотрите, Макрон, это доказательство его слов, он встречался не сам, он позвал Урсулу фон дер Ляйн, он хотел привлечь еще, конечно же, Олафа Шольца. Тот не согласился, хотя вкусный ужин при картине Модельяни, то есть на самом деле не в каждом ресторане встретишь. Вот, шикарно было, но он не согласился, хорошо. Но, тем не менее, Урсула была, а, во-первых, немка, б, во-вторых, глава, целый президент Еврокомиссии. Он действительно встречает, как хозяин Европы и просит по украинскому вопросу. Кроме экономики, энергетики, понятно, но мы в топ-3, это один из самых главных вопросов. Спасибо вам огромное, Игорь Александрович и Николай. Понятно, ну о том, как... Скажи, Лешечка. Говори. Прощаемся. Спасибо огромное, Игорь Александрович и Николай. До новых встреч в программе «Аргумент». Спасибо, что нашли время. Очень рады, Коля. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.